КОКО ШАНЕЛЬ О, как волнительно! Доброе утро, друзья! Это «Орел и решка» и мы продолжаем наши морские приключения. И в этот раз мы пришвартовались у берегов Сингапура. А ты знаешь, кстати, что в Сингапуре каждый десятый миллионер? Смотри, раз, два, три, четыре. Десятый миллионер. А ты девятая, кстати. А знаешь, ты десятый, детка? Мы еще не знаем, кто из нас десятый. Хорошо, монетка покажет. Что это за эзотерика? Монетка решит. Человек должен решать. Давай-давай, монетка. Потом поговорим. Орел. Решка. Класс! Сингапур. Встречай еще одного, точнее еще одну миллионершу. А вот сейчас вообще не смешно. Что я буду делать со 100 баксами, когда здесь самый дешевый штраф стоит 400? Выживать. Ну ничего, я думаю, с таким мозгом я не пропаду здесь. Сингапур называют городом будущего. Городом мечтой. И азиатским чудом. Ну нам, если честно, все это по барабану. Мы приехали сюда за пляжным отдыхом и развлечениями. Пройдет ли Сингапур проверку морским сезоном? Сейчас узнаем. А вот дорога. Для того, чтобы мое выживание было более комфортным, я обменял свои 100 американских долларов на 132 сингапурских. Едва поменяв деньги, бедный турист отправляется в город. Но я не буду спешить. Потому что, во-первых, в аэропорту Чанги работает кондиционер. А во-вторых, мне есть, что вам о нем рассказать. В этом аэропорту один из самых больших пассажиропотоков в мире. 54 миллиона человек в год. Представляете себе, каждые 90 секунд здесь либо взлетает, либо садится самолет. И чтобы такому количеству человек не было скучно, здесь установили кучу развлекаловок. Вот кинетический дождь. Вот интерактивные фотоавтоматы. А вот специально к новогодним праздникам здесь поставили зону имени Гарри Джеймсовича Поттера. Кули-кули-кули-кули-кули. Люди приходят, фотографируются. Вкушают магии. Отойду от греха подальше. В городе миллионеров крутой тачкой никого не удивишь. Но у меня будет эксклюзивная машина. Такая в Азии только одна. Парни, прильните к экрану. Вам точно понравится. Макларен кабриолет 570С 2018 года. Агрессивный, супер стильный дизайн. Двери словно крылья. Фары будто глаза хищника. А турбодвигатель рычит, как яростный зверь. Ну а теперь к цифрам. 570 лошадей. Разгон до сотни за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 320 км в час. Но самое интересное – просто так арендовать эту тачку в Рентале не выйдет. Такой эксклюзив нужно заказывать заранее. Тогда его специально для вас найдут и доставят. И заплатила я за это 3 тысячи долларов в сутки. Машина, конечно, как будто бы ее только распаковали для меня. Говорят, что к хорошему привыкаешь быстро. Нет, я не могу к этому привыкнуть. Когда садишься в такую шикарную машину, ты просто прям изнутри чувствуешь, она такая сильная, мне столько мощи. Даже на маленьких скоростях ощущаешь машину. Нет, к этому быстро не привыкнешь. А бюджетному туристу добраться из аэропорта в центр города можно тремя способами. На метро, на такси или же на автобусе. Прикольно. Сказка в Сингапуре начинается уже на выезде из аэропорта. Потому что тут такие дороги, которые реально бывают только в сказках. Кстати, интересный факт, что прямо в центре Сингапура устраивают формулу номер один. Представляете, какие дороги? Они просто хорошие, они просто идеальные. Слушай, так зелено везде. Такое ощущение, как будто бы асфальт прямо в джунглях проложили. Несмотря на то, что город очень современный, тут выросли сотни высоток, очень много зелени. И даже на самих этих бизнес-центрах есть специальные этажи, где все засаживают зеленью. Такой баланс между современным бизнес-миром и природой. Вот эти деревья, что здесь растут, это все привезенные деревья. На самом деле они родом из Мадагаскара. Они вот такой африканской формы необычной. И их всех сюда привезли и засадили здесь в Сингапур. Такое отношение у людей к своему городу. Многие задаются вопросом, что же такое Сингапур – город или государство? Ребята, Сингапур – это одно из трех государств-городов в мире. Это Ватикан, это Монако и это Сингапур. Для тех, кто не в курсе, рассказываем. Сингапур находится на юго-востоке Азии. Вот смотрите – Таиланд, Малайзия, а вот и он – чудо-город-страна Сингапур. Размером почти что как Киев. Представляете? Итак, краткая история города Сингапур. Когда-то это была рыбацкая деревня, где по вечерам встречались рыбаки, обменивались рыбой, рассказывали друг другу смешную историю про русалок, дрессировали лобстеров. И однажды они сидят, колупаются в сетке и тут поворачивают голову, а там небоскребы. Ну короче, как-то так. Я очень плохо рассказываю эту историю. Ну суть ясна. Раньше была рыбацкая деревушка, а теперь это мегаполис. И чтобы превратиться из деревни в город будущего, Сингапуру понадобилось всего 70 лет. На сегодняшний день в городе построено 64 высотки. Самое интересное, что построили их по фэншую. Например, возле входа в бизнес-центр обязательно фонтан. На небоскребах растения. А большинство зданий без острых углов. Ведь округлые формы сохраняют гармонию. Причем те небоскребы, которые были построены не по фэншую, были разрушены и построены заново. Здесь даже колесо обозрения построено по фэншую. Посмотрите, оно крутится в сторону финансового центра. Это для того, чтобы деньги, которые приходили с пролива, попадали прямиком в бюджет. Как тонко и красиво. А я думаю, а что у нас воруют-то? Потому что колесо, колесо не туда вертится. И, видимо, все это было сделано не зря. Потому что сегодня Сингапур входит в пятерку самых богатых стран мира. И, между прочим, вот это вот все, это совсем не бедные люди. Это вообще миллиардер. А у нее отец. Банкир. Пришло время разобраться, в чем же все-таки секрет Сингапура. Ага. А я вам скажу. Я уже все понял. Технология. Весь город построен по технологии смарт-сити. Он напичкан камерами и датчиками, которые контролируют чистоту воздуха, следят за людьми, транспортом и безопасностью. Кроме того, вертикальные фермы и сады на крышах позволяют выращивать в Сингапуре столько пищи, сколько ему нужно для проживания. Финансы. Баблишко, лавэха, мани. Сингапур – это азиатская Швейцария. Банковская система здесь настолько безопасна, что богачи со всего мира хотят хранить тут свои инвестиции и вести бизнес. Причем банки здесь работают 24 часа в сутки без выходных. Туризм. Чем больше развивается Сингапур, тем сильнее он притягивает к себе путешественников. Здесь тебе и казино, и шопинг-моллы, и культурный отдых, и пляжи. Но главный секрет успеха Сингапура – это метод кнута и пряника. 40 лет назад премьер-министр начал бороться с коррупцией. Он был беспощадным, отправил за решетку друзей и родственников, но повысил зарплаты чиновникам, чтобы тем на все в жизни хватало. И люди начали жить и работать честно, чтобы не угодить в тюрьму. В сингапурских тюрьмах условия ужасные, у них даже кровати нет. А школьников регулярно водят туда на экскурсии для того, чтобы они посмотрели и больше никогда не захотели какие-либо преступления совершать. Так сказать, для профилактики. В Сингапуре очень много разных штрафов. Некоторые из них прям совсем экзотические. Например, нельзя оставлять в вазоне из-под цветка воду, потому что она привлекает комаров. А власти практически полностью истребили этих насекомых в стране. Пресса в Сингапуре подвергается жесткой цензуре. Например, писать про секс и про политику запрещено. Ну правильно, а что про них писать, их делать нужно? Как говорят сингапурцы, хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Поэтому местные власти создали целый насыпной остров, где теперь сосредоточена вся развлекушная жизнь страны. Я приехала на остров развлечений под названием Синтоза. Тут очень много активности и все они дорогие. Но сегодня я хочу, чтобы именно вы прочувствовали, каково это быть золотой картой. Есть одна идейка. Развлечение первое. Катание на серфе по искусственной волне. Развлечение первое. Катание на серфе по искусственной волне. Развлечение второе. Прыжок-маятник. С высоты 45 метров. Страшно, капец. Прыгну с инструктором. Три, два, один. Бонзай! И, наконец, развлечение третье. Освежающий коктейль на местном пляже. Вы знаете, сангапурцы приезжают за пляжным отдыхом сюда, на Синтозу. И сейчас мы проверим, насколько у них хороший пляжный вкус. Ну и насколько у них хороши пляжи. Инспектор, пляж! Итак, инфраструктура. Зона для игр. Шезлонги. Водные развлечения. Ну и, конечно же, шахматы и шашки. Наконец-то, наконец-то пляжный отдых стал интеллектуальным. Шах и мат вам. Контингент – это сингапурцы. Они, собственно, для себя и намыли эти острова. Итак, качество песка. Ну, как бы так сказать, если бы я сейчас строился где-то, дачу бы себе строил, песок бы мне понравился. Я бы заказал себе пару тонн и счастливый бы уехал домой. Но, как для пляжного отдыха, песок – мелочь. Вода больше напоминает речную. Особо прозрачная, зато теплая и спокойная. Пляж оставляет неоднозначные впечатления. Сейчас объясню. Ну, как бы сам пляж красивый. Сделано все очень хорошо. Шезлонги, пальмочки, камни. Слышите, они полые внутри. Есть еще кое-что. Идем покажем. Весь остров обнесен этими понтонами. Потому что там везде порт, ходят корабли. И вот что прячется с идеальной картинкой. Поэтому, находясь здесь, не можешь до конца расслабиться и отпустить себя. Ты чувствуешь, что ты находишься как будто в иллюзии, как будто бы ты в аквариуме. Кстати, в аквариуме тоже туда рыбкам набросают какие-то водоросли и ракушек и прочего. Ребята реально молодцы. Симулировали пляж идеально. Но если относиться к нему как к настоящему пляжу, то я бы больше тройки не поставил. Поселиться я тоже решила на острове Синтоза. Говорят, тут есть уникальный отель. Называется оушен сьют. Посмотрим, что же в нем эдакого. Вот заходит, а там мужик килограмм 150 на кровати. Ты представляешь? Так приятно с кем-то поговорить и все одна. А, вот это мы… Так было приятно с тобой поболтать. Ну здравствуй, номер богача. Итак, что же из себя представляет особенный номер за две с половиной тысячи долларов в сутки? Что? Вот это все? Нет, не то чтобы я была балована, но золотой картой обычный метраж пошире. Шкаф есть. Неплохо. Мне просто обещали что-то особенное. Пока. Диван, телевизор, шкаф. Ничего, будем искать. Так, а ну-ка глянем спальню. Нет, ну кровать есть – это уже хорошо. Ну что это за квадрат Малевича? Неужели ванная в спальне – это фишка номера? Ну, чувствую себя достаточно странно, если честно. Просто такая дырка в полу. И вот это вот на меня давит. Надо окно открыть. Так, ну что-то… И меня снимай, тогда снимай! О боже, какие они большие! Они тоже видят, они видят, что поднимается эта штука. Блин, рыбы! Ааа, капец! Оказалось, уникальность моего номера – гигантский аквариум с океанскими жителями. Какие клевые вообще! Как круто, как круто! Я вообще, я никогда такого не видела, я в шоке. Получается, мы под водой прям голубо… Ооооо! Ооооо! Он такого размера, как я. У меня восторг! Видно, какой у меня восторг? Для того, чтобы увидеть аквариум, не нужно платить две с половиной тысячи долларов. Достаточно просто купить вот такой вот билет за 39 местных долларов и пойти в аквариум. Точка! И пойти в аквариум! Все аквариумы на острове Сент-Оса – один из самых больших в мире. Это целый океан, который можно увидеть за стеклом. Здесь и затопленный корабль, и искатый манты, и рыбы молоти, и целые стаи рыб – это же как дайвинг, только дешевле, со стопроцентной гарантией, и ты сухой. Изначально в этот аквариум хотели поместить даже китовых акул. Это которые самые-самые здоровые. Но потом подумали, почитали о них и поняли, что их содержать будет очень-очень сложно. И отказались от этой идеи. Но, тем не менее, посмотрите, сколько здесь разных акул. Я никогда не видел столько акул в одном месте. Олежим. Знаете, какой интересный парадокс? Когда видишь медуз в море, то как-то не очень хочется к ним нырять, их рассматривать. А когда вот так в аквариуме, видишь, плавают. Прям глаз оторвать не можешь. Класс! Но больше всего этот аквариум поражает цифрами. 45 миллионов литров морской воды. Более восьмисот видов морских животных. Более ста тысяч экземпляров. Интересно, а как там сейчас Алинка? На каких рыб смотрит? Голодна ли? Тепло ли? А Машка Гамаюнка? А у Регинки что там родила? Коль, Регина родила уже. И не переживай, я тоже кайфую от крутейшего вида, но без толп туристов. Привет. Он видит меня. Привет, маленький. Интересно его тоже на меня смотреть. У них получается тоже аквариум. У меня аквариум с рыбками, у них аквариум с девочкой. А у туристов, получается, аквариум и с рыбками, и с девочкой. В поисках дешевого жилья мне пришлось покинуть остров Синтоса и вернуться в центр города. А где же мой бюджетный ночлег? А вот он, мой бюджетный ночлег. Здравствуйте. Добрый день. Ого. О, нет-нет, это цены на развлечения. То есть, это не стоимость номеров? Я уже испугался, у нас здесь 76 баксов, 50, 47. Думаю, ничего себе, на самом деле это просто развлечение. А я давно знал, что мне по развлечению ничего здесь не светит. Максимум, что я могу сделать, это вот, не знаю, понаслаждаться красотой и посмеяться в своих шутках. Как отличить самку акулы от самца акулы? Посмотрите, у самок получается 5 делений на жабрах здесь. И видите, белая, вот эта, ну как бы белая часть нижняя, она заходит аж сюда. А у самцов член. Очень просто. Хорошо, а сколько стоит комната? Самая дешевая. Койка 14 долларов за ночь. 14 долларов? Да. Окей. Спасибо большое. Добро пожаловать. Ну что ж, посмотрим, как выглядит хостел в центре Сингапура. Как сразу хорошо, прохладненько так. Кондиционер. Класс. Там кто-то спит. Индус походу. Ну что, обычная комната в хостеле. Двенадцать коек железных. Вот я себе выбрал вот эту. Чистенько. Кондиционер работает. Вай-фай есть. Соседи тихие. Очень тихие соседи. Что еще можно рассказать о хостеле? Да ничего не хочу вам рассказывать. Слушайте. Как будто ты с вами будешь поговорить не о чем. Пошел погуляй по городу. В городе, где каждый второй миллионер, есть сотни крутейших ресторанов. Но самым крутым рестораном Сингапура считается Смит Марина ресторан. И чтобы к нему добраться, нужно проехать вдоль всего Сингапура. А потом еще 15 минут на пароме. Да ну, это какая-то ошибка. Это совсем не похоже на лучший ресторан Сингапура. Фанерные стены, старая мебель как в столовке и швабра вон в углу. Мне точно не сюда. Какая-то ошибочка, ребят. Ну куда идти? Походу все-таки сюда. Оказалось, этот ресторан – необычайная редкость. Дело в том, что он расположен на Келонге – плавучей платформе, на которой когда-то жили сингапурские рыбаки. Но сейчас Келонги демонтировали. И этот ресторан – единственный в своем роде, который все еще чтит память о старом добром Сингапуре. Соответственно, и еда здесь не вычурно-мешленовская, а традиционная. Поэтому богачи приезжают сюда как в деревню к бабушке, чтобы отведать здоровой традиционной пищи. Прямо здесь можно словить? Интересненько. При этом свой обед тебе нужно поймать самому. Кого поймаешь – того и будешь есть. Все-все, да? Пошла. Славля, славля! Ой-ой-ой, он большой какой! Словили! Мой улов – Сибас. Дорогая, ну ничего личного. У меня удочка, у тебя нажива. Все вот оно так сложилось просто, понимаешь. Я в Сингапуре по-богатому. Вот не было бы золотой карты, ну Коля бы тебя съел. Как бы ну кушила на мыло, если честно. Эх, можно жарить. Как красиво. Ммм! Ну что вам сказать о вкусе? Свежевыловленная, свежепожаренная рыба. По-моему, комментарии излишни. Тебе стоит это попробовать. Ммм, невозможно вкусно. Бери. Готовить и добывать себе еду самостоятельно – популярная фишка в сингапурских ресторанах и кафе. Вот, например, местная блинная. Итак, расскажу вам, что здесь уникального. Берете меню. Открываете. Выбираете себе панкейк. Ну, или блин, по-нашему. Дальше выбираете заправку. Например, я выбрал себе арахисовое масло. Далее выбираете начинку. Например, малину, сыр бри и сыр горгонзола. Я буду сам готовить на вот этой вот плите. Ну что, самое время начать готовить. Начнем с масла, дорогие телезрители. Так, масло-масло-масло-панк. Смотрите, смотрите, как передвигается. Собственно, основа теста. Смотри, смотри, какая красота. Опа, и перевернул даже. Ну, слушайте, конечно, конечно, ну мне же, я же его не на конкурс красоты готовлю. Поэтому, правильно? Выглядит аппетитно. Да, у меня такой извращенный вкус. Для меня это выглядит аппетитно. Ну, что-то сам вот этими ручками готовил. Тем более, как говорится, первый блин комом. И кто вообще такой, чтобы спорить с народной мудростью? Правильно? Гот? Разве это не прекрасно? Что значит нет? С кем я работаю? Значит, и есть тоже буду один. Главное, что вкусно. А знаете, почему? Потому что малину и сыры я никак не испорчу. Боже, как это вкусно. Ммм, я готов ссылать руки повару. Ну, правда, очень вкусно. Ну, получилось, ну. Значит, на талантливый человек, на талантливого все. Главное бюджетное развлечение в Сингапуре вечером – посмотреть, как мегаполис загорается миллионами огней. Это Марина Бэй Сэнс – самый крутой отель в Сингапуре. А там находится смотровая площадка. Совсем не дешевая смотровая площадка, я вам скажу. Но у меня созрел один отличный план. Билет на площадку стоит 23 доллара, а вход в ресторан – 20 долларов. Но эта двадцатка идет вам на депозит. То есть за эти деньги вы еще можете выбрать себе какой-нибудь коктейль, ну а потом наслаждаться идеальным видом. Ну, ребята, это мой коктейль. Дело в том, что в меню самый дешевый коктейль стоит 22 доллара. Плюс к этому там всякие налоги, обслуживание и получается 26 баксов. Поэтому я нашел позицию наиболее удобную для меня. Я нашел картошечку, которая стоит 16 баксов, плюс все эти надбавки, получается 18 с чем-то и все довольны. Вечером Сингапур становится еще краше. Свет неоновых огней погружает в атмосферу новогодней сказки. Где небоскребы – это ели, украшенные лампами гирлянд. Где лазерное шоу напоминает праздничный фейерверк. А яркие инсталляции – бенгальский огонь, которые кружат голову и заставляют поверить в чудо. Вот другого слова просто не могу найти. Фэн-шуй. Полный фэн-шуй. Ну, обычную бессонницу считают овец. Можно и рыб посчитать. Один. Хвост вижу два. Двадцать пять. Двадцать шесть. Ты уже был. Сто двадцать. Привет, привет. Теста двадцать. Двадцать восемь пять. Я всех вижу. Двести девяносто. Двести сто один. Двадцать восемь пять. Гинтоз еще спит. Может пойти пульс пощупать? Утром пощупаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас. Ой-ё, девять часов утра. Да, конечно, без птичек и солнышка проснуться здесь нереально. Привет, ребят. Сейчас уж опоздаем везде. Доброе утро. Аквариум аквариумом, но в Сингапуре есть возможность рассмотреть подводный мир в его природной среде. Поэтому я арендовала катер и отправилась на середину сингапурского пролива, чтобы подайвить. Теплые воды сингапурского пролива стали домом для сотни видов животных. Вот вам колючий морской еж. Вот каракатица. А вот леопардовый группер. Но помимо всего, сингапурский пролив славится своим макродайвингом. Это когда погружаешься на дно, чтобы рассматривать самых мелких его обитателей. И вот, вооружившись фонариком, ты словно детектив. Находишь в кораллах белую планарию. Бесхребетного морского червя. Длина которого всего 2 сантиметра. А вот белый оранжевый голожаберник. Моллюск. По размеру всего 2-3 сантиметра, не больше. И, наконец, карликовый морской конек. Размером 4 сантиметра. В водах Сингапура его почти не осталось. А все потому, что коньков практически всех выловили на сувениры. Но мне повезло встретить этого красавца. Ну, могу вам сказать одно. Это развлечение для людей с очень хорошим зрением. Прям очень хорошим. Там действительно красиво, но все такое прям ювелирно маленькое. Чем дольше в Сингапуре, тем меньше денег остается. А есть хочется. Последую примеру сингапурцев. Они просто фанатеют от сырного мачо баблти. 4 бакса стоит этот чай. Сырный мачо ти. Это зеленый японский чай, перетертый в порошок, в который добавили крахмальные шарики с сырной начинкой. Ну что, давайте попробуем? Ммм, кажется пошло. Реально сыр? Похоже на плавленый сырок дружба. Хмм, ну вкусно. В общем, рекомендую. И попил, и поел. Правда, сыр как-то быстро закончился. Сингапур, конечно, очень дорогой город. Тут красиво, интересно, но очень дорого. Поэтому я вам предлагаю абсолютно бесплатное развлечение. Прогулка в джунглях. Но с возможностью поднять себе настроение. Не знаю, что вы на них, конечно, купите, но все равно приятно найти 100 баксов. Свежеспрятанная бутылка ждет вас в Сингапуре, на острове Синтоза. Двигайтесь по дороге Силоса Роа. Как только увидите широкую лестницу, смело сворачивайте к ней. И поднимайтесь к деревьям. В одном из них справа и лежит клад от Орла и Решки. Поспешите. Хоп. Ху. Все. Давай береги наш секретик. В Сингапуре вообще не бывает снега, но местных это ни капли не останавливает. И знаете, что они придумали, ммм? Хоккей под водой. Вы так же уинтригованы, как я? Тогда пошли смотреть. Я специально пришел к бассейну, где играют в подводный хоккей. Чтобы напроситься и поиграть с ребятами. Здравствуйте. Хотел бы разузнать о вашем хоккее. Да, ну смотри, мы тут в принципе любители. Играем для себя. А могу с вами? Да, без проблем. А когда начинаете? Да, вот сейчас. Сейчас? Пойду переоденусь. Подводный хоккей – очень популярная в Сингапуре игра. Именно здесь 18 лет назад провели первый чемпионат Азии по подводному хоккею. И с тех пор сингапурская сборная почетно занимает призовые места. Ну что, поехали. Правила очень простые. Две команды по шесть человек стараются забить шайбу, микроклюшками ворота соперника. Но со стороны выглядит очень забавно. Шайба словно кусок мяса. А спортсмены – стая пирамид. Веселая, интересная, забавная игра. Ну, правда, во дворе в такую… Ну, в принципе, можно поиграть после дождя. С хорошего такого дождя. Сингапур – город-отличник. Потому что тут такие дороги, которые реально бывают только в сказках. Но даже у отличников бывают слабые места. Вода больше напоминает речную. Такая мутненькая. Но если дать ему второй шанс, он обязательно вас отблагодарит. И меня снимай, тогда снимай! Прям глаз оторвать не можешь. Вам точно понравится? С кем я работаю? А на чем дай камеру? Вот что прячется с идеальной картинкой. Интересно, а как там сейчас Алинка? Это какая-то ошибка. Мне точно не сюда. А у Ригнинки что там? Ну, пшила на мыло, если честно. Кажется, пошло. Интересненько. Инспектор, пляж. Нет, я не могу к этому привыкнуть. Разве это не прекрасно? Там действительно красиво, но все такое прям. Вот другого слова просто не могу найти. Фэн-шуй. Полный фэн-шуй. Коля, привет. Привет, Алина. Я, видишь, любуюсь сингапурскими горами. А видишь, там на самой высокой, на верхушке снег. Можно горнолыжный курорт забабахать. Как твой Сингапур? Я вот разрушила миф о том, что каждый десятый в Сингапуре миллионер. Я дала шанс абсолютно каждому зрителю побыть со мной миллионером. Каким это образом ты дала шанс? Ну, вот такая вот хитрость. Как твой Сингапур? Слушай, мой Сингапур отлично. Я не разбил себе в своей голове историю о том, что Сингапур это город для миллионеров. Он действительно город для миллионеров и очень дорогой. Но если у тебя есть голова и немножко наглости, то ты можешь попробовать здесь практически все. Что тут говорить? Надо ехать, ребят. Ехать надо. Что тут говорить? Надо ехать. Реально, друзья, нам надо ехать. Пока, до новых встреч. Пока. Идем, идем любоваться с Сингапуром. О Сингапуре не говорить надо, о Сингапуре надо смотреть.